Увы, так быстро пролетел год и уже через пару месяцев выходит новенький Galaxy S9. А вот уже старенькому Galaxy S8 остается лишь ждать своего вердикта в преддверии выхода наследника. Да-да, его судьба будет зависеть именно от надежности и производительности Galaxy S9. Ведь все мы помним историю с моделью S7. Но все же попытаемся разобраться уже сейчас, что будет Samsung Galaxy S8 в 2018 году. Galaxy S8 внутри модельного ряда будет испытывать давление от двух смартфонов, предшественника и последователя. Учитывая быстрое падение цен на все флагманские модели смартфонов Samsung, которые происходили за последние годы, стоит ожидать, что в следующем году Samsung Galaxy S8 будет не намного дороже, чем Galaxy S7. И это пойдет на руку первому, ведь S8 значительно производительнее S7. Посудите сами, именно Galaxy S8 перешел на новые процессоры с 10-нм техпроцессором, который позволил значительно увеличить производительность на фоне снижения энергопотребления. К этому можно добавить увеличение экрана для обеих версий Galaxy S8 и Galaxy S8+. Также сами экраны стали более приспособленными для просмотров видео. Соотношение сторон было увеличено с 16 к 9 до 18,5 к 9. У 8-го поколения лучше снимает основная камера. Так зачем же покупать за практически те же деньги устаревшую модель Galaxy S7? Каждый выберет в таком случае S8. С другой стороны, новое поколение Galaxy S9 должно будет обеспечить новый уровень производительности и новые технологии развлечений. Компании Samsung необходимо будет чем-то ответить на дополненную реальность в iPhone X и современную технологию 3D-сканирования лица для Animoji и так далее. В конце января 2018 года мы должны будем увидеть безрамочный смартфон со сдвоенной основной камерой, которая впервые появилась на фаблите Samsung Galaxy Note 8. AMOLED дисплей вряд ли получит кардинальные изменения, зато уже точно будет новая платформа. Нас ожидает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845. Он должен стать главным соперником американскому процессору Apple A11 Bionic. И наконец-то увеличится объем оперативной памяти, минимум до 6 ГБ. Также увеличится объем внутренней памяти для базовой версии смартфона, 128 ГБ. Все эти характеристики на голову выше текущего поколения Galaxy S8. Исходя из этого, можно предположить, что у Galaxy S8 более-менее радужные перспективы на следующий год. Это поколение флагманских смартфонов останется в строю и будет иметь стабильный спрос. А вот Galaxy S7 может уйти с рынка. У восьмого поколения флагманов от Samsung достаточный уровень производительности, чтобы быть актуальным еще несколько лет. Такого смартфона хватит для современных мобильных видеоигр, съемки видео формата 4К и съемки качественных фотографий, независимо от уровня освещенности. Тем, кому не будет хватать денег на новинку Galaxy S9, я настоятельно предлагаю присмотреться к модели S8. Вы значительно сэкономите на покупки и при этом получите относительно актуальную модель. Тем более ожидается, что внешне Galaxy S9 не будет сильно отличаться от восьмого поколения. А отсутствие двойной камеры вряд ли вас будет напрягать, потому что даже с одной он делает превосходные снимки. Ну а теперь игра. Угадайте, какой телефон был самым продаваемым за всю историю? Nokia 6600 или iPhone 6? Ну-ка? Ага, что думаете? Напишите в комменты. А также предположите, каким количеством он был продан. Гоу, гоу, гоу. А теперь давайте узнаем, кто у нас правильно ответил на вопрос прошлого видео. А также посмотрите наш прошлый ролик на тему того, что будет с iPhone 7 в 2018 году. Подпишитесь, почувствуйте нечто иное.